Всем привет, я Донис. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed Истоки и продолжаем отбивать Литополис. Литополис. Бежали, Тахарка. Бешеная буря песчаная. Ужас. Представляем, песок просто везде будет. Будьте Литополиса! Вперед! Защитите свои дома! Меджай! Карай их мечом правосудия! Я наслаждаюсь этим делом. Остерегайся бурей! Надеялись, что мы поставим брюхо, а зря вас встретят наши мечи! Тахарка. Супер удар. Так, это враг. А Тахарк опять валяется. Достал он. Супер удар. Сторжение! Сюда! Мама погал! Яшик. Тахарк, это бесполезен. Мне, кстати, такой же, как у меня меч. Ну, типа, такого типа. Они возомнили себя львами, а надели шавки. Барик, нападай! Ах ты, скотина. С двумя кинжалами. Будь рядом, Барик! Зараза! Медополис не трогнет перед вами! Умрите, грязные псы! Это уже серьезно. Сюда! Тревога! К оружию, братья! Опять валяется. Скотина! Ну, как же так? Я... Он один раз меня ударил, я не мог уже двигаться. Ну, ладно, это хорошо, что убивает. То есть, не слишком легко все. Небольшая моя оплошность, и все. Давай. Сейчас буду внимательнее. Как я уже не раз говорил, не должно быть такого, что ты все прямо вот с первого раза проходишь. Надо иногда умирать. Тогда сложность правильная. Они возомнили себя львами, а надели шавки. Баик, нападай! Будь рядом, Барик! Я еще против толку не очень сражаюсь. Умрите, грязные псы! Вот, пожалуйста, я не успеваю. Само удаляю ударил. В итоге. Вот эти зажатые удары, когда делаешь, ты какое-то время обездвижен. Вот такие вот. Против одного хорошо. Я выпадрошу тебя! Да что же ты будешь делать? Постоянно попадает. Скотина! Ну давай, ударь меня. Ну, ударил. Щит что-то как-то не очень помогает. Да, ты смотри-ка, не просто. Нет, щит, видимо, в таких ситуациях не лучший вариант. Надо отскакивать. Щит. 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 Английское слово. Не помогает вообще. Видимо, только от легких ударов. Давай, тахарка. Вот теперь я чувствую, что это кошмар. Они возомнили себя львами. А надели шарки. Вон этот урод. Надо сначала вот этих добиться. Баэль, нападай! Будь рядом, Баэль! Литополис не дрогнет перед вами! Умрите, грязные псы! Это уже валяется, тахарка. Я тебе отомщу. Так, иди ко мне. Тогда мы один на один останемся. Я решу все твои проблемы, взмахом Митча. Зараза. Все. Сейчас восстановимся. Ну вот давай, восстанавливайся. Стой уже! Вот ты где! Кмед для здоровья восстанавливается-то. Нашел! Возьмем булаву. Вот так-то! Не вижу ни хрена! Вот, видите, иногда булава очень хороша. То есть пробил его нахрен. А с мечом никак не мог. Он быстрый и со щитом. Разное оружие для разных врагов. Это тоже очень круто. Так, поднять жертву надо. Серьезный был мужик. Вот эти опасные. Уже не первый раз против такого. Со шваброй на голове. Поперечная швабра вот эта. Зараза. Тахарка бесполезная. Я думал, ты настоящий боец. Баек, ты разил их, как зуб Себика. Идем с нами. Мы не позволим этим вшивым псам запугать нас. Помоги нам избавиться от этой угрозы навсегда. Да, ты жаждешь крови, Тахарка. Но эти бандиты не моя забота. Расскажи о Скоробее и езжай. Долг Миджая защищать людей, так? Эти мерзкие грабители угрожают невинным жителям Литополиса. Присоединяйся. Мы с тобой прогоним этих псов в их любимую пустыню. И тогда я расскажу тебе все, что ты хочешь знать. Ладно. Сегодня я помогу тебе. Не, все равно Литополис. Потому что полис же слово. Не полис же. Значит, Литополис. Это два слова на их языке. Лето не знаешь что? Полис город. Город лето, грубо говоря. Ну, баек, нам пора отправляться в путь. Отважные жители Литополиса! Мы вытравим грабителей из их нор. И зальем их кровью всю пустыню. Тигровые условности. Там город целый. Стоят шесть человек. Со всего города. Ладно. Так, а где мой конь? Он же без трофея, ну ладно. Поскакали. Пойдем к булаву. Цель, что ты себе поставил, недостижима. Лишь боги знают наверняка, баек. Но если не тянуться к звездам, как понять, достанешь ли ты их? Литополис был прекрасен, но его забрала пустыня. Я хочу доказать миру и богам, что люди способны на все, если захотят... То есть пустыня его поглотила. Он не всегда такой был. А, вот прикольно. Возможно, боги прислали тебя, чтобы ты помог мне. Сильная рука, зоркий глаз. Мы могли бы прославить этот край. Я преследую свои цели. Я попробую переубедить тебя. Яла, яла. Петля, и так дорога. Красивая природа. Погоди, надо смотреться. Я без сену не работаю? Ладно, погнали. Сейчас без меня тут все сделают. Ном саперес. Бежище. Плезианхудр. Зараза. Разбойники, бой! Как они спешат? Ну что, давай. Дотянулся таки. Эй, помогите! Хорош. Тахар, как обычно, валяется уже где-нибудь, да? В своем стиле. Ладно, потом облутаем. Кажется, сверху обосновались бандиты. Ха-ха, от стрелы не убежишь. От моей стрелы. Где они там уже, боже мой? Что это там, а птица? Эй, оружие под рукой? Вместе мы сила. Что это там, а птица? Мне кажется, или мы кругами бегаем, тахарка. Что-то тут не так. По второму кругу пошли. Типа перепроверить. А-а-а. Пленник. Бедедук, а не хает. Нет, они мнят себя львами. А на деле просто стервятники. А теперь сами стали падалью. Я пойду со жрецом в город. Встретимся у меня. Поедим. И я расскажу тебе все, что нужно. Фанатики, то есть. Люблю убивать фанатиков. Да благословит птах тебя и того, кто спас меня. Птах! Как ты здесь оказался? Меня похитили эти кровожадные безумцы. Я думал, дорога до Литополиса безопасна. Фанатах. Теперь да. Угроза миновала. Так ты из Мемфиса? В Мемфисе много жрецов. Там я не нужен. А Литополис возродился. И все благодаря тебе. Как дела в Мемфисе? Скажу честно, его окутал мрак. Высший жрец разгневал богов. Он обречен видеть смерть города. Твои люди пришли в Мемфис. Они поведали о твоих мечтах. Я пришел сюда служить богам. Сперва отдохни. А потом мы поищем тебе жилье. Хм. Ну, Мемфис потом будет. Еще не скоро. Птах. Да благословит тебя птах. Хе-хе-хе. Прикольно их убежище. В скалах. Так, что это? Открытое уже. Так, ну побежали обратно. Ммм, там новые задания. Кстати, неоткрытая точка. Вот, что надо сделать. Вот. У нас новый сектор открыт. Поля. Сколько тут полей, офигеть. Железный баран. 25-й уровень. 7-й, 28-й. Серьезно, эти чуваки. Она будет в открытую сразиться с одним из них. А не так, как в последний раз. Да, тут бои могут быть очень сложными. С третьего раза я прошел. Последнего мини-босса. Это круто. Он в Dark Souls-ах там по сто раз умирает вообще. Но это перебор. Это уже жесть. Это неправильно я считаю. Тоже пивоварня или что? Это просто вода. Так, а куда я поскакал? Туда же нам. Так, это значит город обречен. Его песками тут задуло. Им надо уходить в тот первый. Изгонять того урода. И идти. Как он там называется, этот город? В Саис возвращаться. Там все хорошо. Только уродов выгнать и все. Так, на коне долго это разрушать. Не, булава. Давай-ка булавой. Давайте сразимся. Хорош. Ну, держал. Так. Ну, что такое? Почему-то он не бил сейчас. Ладно, берем меч. Хорош. Зараза. Ну, стреляй. Что такое опять? Он как-то не бьет. Холера. Зараза. Зараза. Серьезно, все пошло. Фух, еле победил. Нифига себе. Вот, теперь я чувствую хардкор настоящий. Я расслабился. Больно. Теперь все серьезно. Надо учиться по-нормальному сражаться. Фух. Тут уровень другой у людей. Тут 19-22, типа, должно быть. Понятно. Башня на перекрестке Хугарс. Эй! Стоять! Вот сатурой, да? Тебе конец. Давай, бей меня. Ну, хорош. 23-й даже уровень лука. Так, что у нас с уровнем вообще? Способности. У нас 23-й как раз, кстати. То есть, по идее, все правильно. Ну, кошмар дает о себе знать. Серьезные ребята. Так, дальше мы туда не пойдем сейчас. Полетели в город. Откройте новую жизнь в чудесном городе Литополисе. Начните с чистого листа. В стране дивных возможностей. О! Больница. Судя по змеям. Так, залезешь тут? Нормально. ТАК- 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 Продолжение следует... Пустыня наступает тут... Расприятие сену увеличено... Большой храм... Не хочу по стенам бегать... Пойдем, как люди нормальные... Кругом песок... Надо будет потом глянуть этот проход... Подземный... Байк, а ты видел песчаную бурю? Рад, что вы живы и здоровы. Да, боги благоволили нам. Мы видели грифов, и гиену, и кучу песка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха... Песка тут хватит на всю жизнь. Поэтому нам так сильно нужна помощь. Мы ждем всех. А что ты обещаешь людям, Тахарка? Собственный участок земли и дом. Нужно всего лишь отвоевать их у пустыни. И это все? Взять и выкопать дом? Нет же, все не так просто. Это общее дело. Во славу богов. Люди знают, что он видит истину. Это похвально, почитать отца Каваб. За спасителя Литополиса. А теперь мы поедим фиников и... Что с тобой? Тебе плохо? Неужели его отравили? Мутный этот какой-то Тахарка. Скотина, неужели он отравил? Урод. Да ладно. Баек. Вон там плиер. Эх, Тахарка-Тахарка. Помогал тебе. Спасал тебя. Как он вылез? Ну, это... Не знаю. Скоробей. Тахарка есть Скоробей. Как он вылез? Там нереально вылезти. Вы че? Из песков? Если закопали, то все. А я... Где ты, любовь моя? Хему? Я подвел тебя. Прошу. Про... Прости. Жесть. Скоро незримый проведет меня сквозь вечную тьму. И я окажусь в полях Иоал. Орел. Сену. Сену поможет. Она поднесет лопатку. Там лопата лежит, по-моему. Моя любовь. Моя орлица. Спаси меня. Конь. Она приведет коня. Конь вытащит его. Нет. Аю. Ну, Ая очень далеко. Она пока дойдет, он уже умрет. Да ладно, просто освободится. Но это слишком тупо и банально. Кто ты? О прекрасное видение. Песочное дело. На фоне пирамид. Вот так. Умница. Молодец. Молодец. Сену. Слишком легко. Да помогут тебе боги. Так бы не вытащил лошадь. Ну, мне кажется. Оперёх, он руку бы не достал. Ну, тут слишком сделали. Аркадно. Без доспехов, оружия и денег. С чего же начать? Быстрее. Пока ветер не замел все следы. Да, классический ход. Почти во всех играх RPG-образных такие моменты бывают. И тут рядом труп, которого не спас конь. Если бы так легко было вылезти, то так бы не убивали люди. Там без шансов. Почему кинжал не сняли с руки, интересно? Где мы? В Гизе? Не? Хэн Суноми. Что у нас написано в задании? Обман Скоробея. Песчаные бури грозят накрыть весь Летополис. Однако они ничто по сравнению с угрозой, которая представляет Скоробей. Приотише пустыни в кладбище. Сумеет ли Байк спасти Летополис? И лепестки поглотят нашего героя вместе со всеми жителями Дельты Нила? Орден Древних должен пасть. Да, Орден Древних это. Еще пока нет тамплиеры. Загадочный Скоробей держит страхи Саис. Теперь уже не загадочный. Тахарка. Облюдок. Никакого оружия нету. Ну, кроме клинка скрытого. Да. Ну, я начал что-то замечать, что он странный какой-то, этот Тахарка. Ну, мы слишком мало времени провели вместе, чтобы понять. Цель найдена. Так, будем работать скрытно. Кто это? Это враг. Подождем ночи. Нефиг. Днем атаковать, когда светло. Повысим шансы. О, наши напали. Прекрасно. Увидят, сразу накинутся. Блин, поздно. Перебили наших. Ладно, они все равно помогли нам очень хорошо. Спит. А все равно место не обозначено до сих пор. Надо, чтобы кто-то подошел. Тогда мы возьмем его копье. Что он там делает? Они трупы переносят? Да ладно! Эй! Ну, как он увидел-то? Зараза! Как он увидел? Обычно же не замечали так. Нет, тут без шансов. Уходим. Очень странно, что он увидел. Сколько раз я так убивал за спиной? Нормально всегда было. Ну ладно. Правила поменялись, видимо. Второй заход будет. Обидно. Такая ситуация прикольная, выигрышная была. Можно было разыграть как хочешь. Но я на 100% работал. Много раз так убивался спиной. Никто не видел. Он, видимо, почувствовал. Не братья были кровные. И он почувствовал, когда его с его братом плохое что-то случилось. Волоски на спине завибрировали. Ну, очень странно. Очень. Все, ублюдки, сейчас я отомщу вам. Пусть бы оставались в тенях. Письмо Сефету. Сефету, прими оружие и доспехи в качестве платы. Поверь мне, ты оценишь их по достоинству. Надеюсь, ты и впредь будешь мне верно служить. Вот, Сефету. А Сефету мы вроде как... Я так и не понял, убили мы его или нет? Там какой-то мужик был, которого называли Сефету. Скотина. Теперь ты. Куда ты ушел? Сразимся с тобой. А потом убью. Эй! Сдохни, тварь! Сразу! Я бы потрошу тебя! Да, а так, без щита работать как-то круче. Против таких врагов, по крайней мере. Лагерь Ахлис. Что? Ну, иди ко мне. Оооо! Сейчас будет битва. Ядреная битва. Я не буду убегать. Больше никого тут нету? Что там? Понятно. Сразимся. Кидай этого трупа. Ну, это мы посмотрим. Ох, двойной удар. Тройной даже. Сложно, когда они со щитом. Все, славно. Так, бронзы так и не хватает. Но у меня куча хлама. Может, сейчас хватит. Да, как я и думал. Теперь хватает. Стабилизирующая перчатка. Наконец-таки фиолетовая теперь. Прекрасно. Куда дальше? В город. Обман Скоробея. Убейте Скоробея. 19 уровень. Жалобы рабочего. Или это выполним сначала? Выполним сначала допы. Потому что месть лучше преподносить холодной. Как мы знаем. Пускай он забудет о нас уже. Прошу в Литополис. Мечту великого Тахарки. Откройте новую жизнь в чудесном городе Литополисе. Начните с чистого листа. В стране дивных возможностей и надежд. Прошу. Прошу в Литополис. Я знаю тут каждого, но тебя прежде не видел. И нашел новый дом. Наше рукотворное чудо. Начало большого труда. Нет, я не... Ты просто не понял, друг. Мы даем дом каждому, кто приходит сюда. Откопай его, да помоги с улицами. И все. Я не ищу дом в этой пустыне. Поговори с кем-нибудь из новых жителей. Хоть с Нехи. Он расскажет тебе, как здорово расстаться с прошлым. Я не могу сбросить его, как змея кожу. Жестокая пустыня поглотила этот город во времена наших предков. Но великий Тахарка вернул нам его тайны. То есть, получается, Тахарка даже своим тестем пожертвовал, да? Офигеть, на него все надеялись, а он всем этим руководил. Да. Моя повозка! Помогите же! Жалкий глупец! Отстань от меня! О, боги! Что же мне делать? Здравствуй! Что случилось? Я проклят богами! Вымау брат отнял у меня дом и жену, А теперь я лишился последнего, что имел. Моя повозка застряла в канаве за городом. Пришла ночь, и я услышал жуткий рык. И я бросил их там. Свои хвало, все, что у меня было. Что мне теперь делать? Рык? Здесь не водятся крупные хищники? Я не мог там оставаться. Это был прощальный подарок отца, куфу и чира. И я бросил их-то там. И все, что имел. Я поищу что-нибудь, когда окажусь там. А пока лучше займись своим домом. Спасибо. Мой дом находится справа от входа в храм. Да, да. Лети на крыльях гора, друг. Возможно, кто-то сымитировал этот рык. Чтобы его спугнуть. Пойдем днем. Пустыни говорят, ночью холодно даже бывает. То есть там очень сильные перепады температур. Еще луна видна. Так, мы на месте уже. Нет. Ты смотри, кто-то там есть. Ну-ка посмотрим. Что это за форт у нас? Это что ли лагерь Ахлис? Наверное, да. Кто там? Белый или тигр? Тише, тише. Посмотрим, как ты. Ох, не хочу убивать. Ааа, еще одна жертва для славной богини Ушаса. Уничтожьте этого чужака! Во имя, несущий смерть! Блин. Зараза, нифига себе. Сложно, когда лучники. Не, щит не поможет против... Льва. Ну, заполняйся уже. Убил, не? Так, щит есть. Нифига себе. Попробуй это. Что это за хуйня? В смысле, через льва пролетела стрела? Ну, давай, попляшем. Скотина! Да, мне просто стало. Стали убивать. Да, тут надо уже серьезно работать так. Но я думал, может, не надо этого льва убивать. Может, на какой-то прирученный, добрый. Зараза. Все. Там целая армия сидит. Мы их с холма убьем. Хорош. Белые львы. С ума сойти. Читая. Спасибо. за раз заметил не так не успеваешь скоты лучники тут мешают так добить не прикольная боевка сложно сейчас сражаться но и круто конечно нифига себе я решу все твои проблемы таких комплиментов ничего не говорили отлично ехать жесть кровище сразимся всего одна шкура с него нифига себе ну штук пять будет а с этого 4 ну в итоге пять львицы без гривы а вот и повозка два белых льва только должно было быть два белых тигры это как это были такие немецкие дрессировщики с двумя белыми тиграми так все тут а это даже не . это просто ну осмотрим все но нет ничего больше тут интересно поехали разные рога кстати прикольно они хорошо что я пошел вас искать иначе они бы убили них и а вас скормили вам так тут мы не проедем они поворачивают туда куда я мышки смотрю кстати прикольно не с одной клавиши вперед нажимать так автоподстройка камеры почему-то постоянно включается чё за дела ну повезло тебе мужик бояк ты нашle хуфу ли чхеру сегодня я папара чо от радости Смотрю, ты много успел сделать Я нашел в доме что-то странное Но мой страх оказался куда сильнее любопытства Посмотрись Конечно Я раскопал главную залу, а там жуткие надписи на стене Древние, не знаю, что там написано, но мне страшно до дрожи Да, древние, но многого нет, слишком многого Стерты временем и песком? Да думаешь, это проклятие? Поспрашиваю в городе Ну ладно, а мне как быть? Не знаю, можно ли здесь спать? Не переживай Да, суеверные тогда люди были, думаю, очень Говори с Рамзесом Он знает обо всем, что происходит в этом городе Ладно, поговорю Рамзес Так, поговорим Надо взять верблюда Какой местности? Опоп, настало твое время Тут он прекрасно смотрится Получше лошади Это вот Рамзес Приветствую Начните новую жизнь здесь, в Литополисе, в городе Гора Вперед, найдите Я вижу знакомое лицо Тебе нужен дом? Нет, я... Ты мигом его откопаешь Хватит В доме Нехи есть странные надписи Не волнуйся, друг Они есть еще в трех домах Но такие старые, что их не разобрать Я проверю Ты зря тратишь время Но дело твое Это уже интересно Наканински не простое задание А с дополнением То есть начинается вроде просто А потом развивается Поговорите с местами об иероглифах С кем поговорить-то? Ага Три цели, окей Недавно тут живешь? Не совсем Я исследую одну тайну В твоем доме есть древние иероглифы? Так у всех есть Мне как-то все равно А что? Они что-то значат? Не знаю Я взгляну? Конечно взгляни Скажи, если это опасно На втором этаже, да? Глянем Там тут же закрыто Полезли А тут уже можно прочесть По-любому Еще одна часть послания Это словарь типа у него? Че ж ты молчишь, ничего не говоришь? Что там за послание такое? Позвольте отвлечь вашу даму Можно кое-что спросить? Да, что? В доме Нехи те же символы, что и у тебя Можно мне взглянуть? Конечно У новичка, да? Он милый, но выглядит так Будто вот-вот расплачется Передай, что я о нем спрашивала Меня зовут Нибифер Да, мы вперед Давай скорее Еще часть послания Ну, не молчи Скажи, что же там? Хм Видимо, древнее колдунство страшное Да Чем могу помочь? Рамзе сказал, в твоем доме есть странная надпись Да Выглядит жутковато Думаю, такие есть и у других Я взгляну? Конечно Можешь посмотреть Кажется, тот же стиль Может, часть одного послания Все части собраны Это какое-то пророчество Пророческое послание Находясь в Летополисе Смотри на запад К пирамидам И средь золотых дюн Найдешь храм миллионов лет Охраняемый каменными львицами Угу Где же храм? На запад Пирамиды здесь Где-то здесь должен быть храм Среди дюн На этом серия заканчивается Всем, кто смотрел, благодарствую До встречи Субтитры сделал DimaTorzok